Это очень сильный циклон. У нас есть тайфун, циклон и антициклон. Что это такое, все слышали, наверное, но до конца никогда не задумывались. Циклон – это область пониженного давления, которая в нашем северном повышении крутится против субстрелки, в обратную сторону. И несет за собой различные стихийные явления. Ветер, грозы, осадки очень сильные, сильные ветра. Тайфун. От китайского слова произошел тайфун. Это только что друзья из Питера оценили лонгборд. По характеристикам. Очень емко. Тайфун с китайского слова, перевода, это очень большой, очень сильный циклон, который несет за собой вообще стихийные действия. И вот именно посредством тайфунов у нас образуются волны. Волны, на которых мы катаемся. И не только у нас, а в большинстве случаев вообще всей северо-западной части Тихого океана образуются тайфуны, которые образуют на волны. Антициклон. Антициклон – это то, что сегодня происходит. То есть это просто хорошая погода, может быть, с какими-нибудь не сильными термальными ветрами. То есть ветра термального характера. Вот, например, сегодня классический был пример. Было очень-очень жарко в течение всего дня. Жилища там до 35 кг доходила. И потом к вечеру, без прогноза, начал дуть юго-запад. Юго-запад откуда начал дуть? Вода прогрелась. Верхняя часть воды. Появился конденсат. То есть вот этот туман, который пополз вечером по акватории Уссулийского залива и Амурского в том числе. Даже у нас вокруг домов он так вихрями наибершелье обматывался. Это конденсат от воды. Просто вода испаряется. И из-за того, что в море область низкого давления, а на суше область высокого давления, из-за перепада давления, то есть была какая-то критическая точка в течение дня, то есть когда он нагрелся максимально, и начал дуть со стороны юго-западного. Юго-западные ветра, юго-восточные ветра, северные ветра, северо-восточные, северо-западные, все направления ветров дуют на территории Приморского края, на территории нашей. То есть у нас сонный климат, это когда ветер дует по сезону. То есть зимой преобладают ветра с суши на море, а летом с моря на суши. Это природоведение за пятый класс. Поэтому вот эти вот мусонные ветра летние, они к нам приходят очень часто юго-восточными направлениями. И вот эти юго-восточные направления, они за собой несут плохую погоду, очень часто. Вот почему мы просидели, например, весь июнь, потому что дуло, ну дуло рядом с берегом, дуло недалеко в море. То есть это не тайфунное образование, как на карте, которая вот здесь у нас горе, это Япония, и вот оно туда идет. То есть это просто плохой, так скажем, ветер, который несет с собой осадки, отвратную погоду, холод, туман, вот этот смуг постоянно висит. Но область покрытия этого ветра, этого циклона, разница между тайфуном, именно вот этого циклона, область покрытия очень маленькая, километров 200, например, 300. И вот эти ветра даже сильные, вот ночные, юго-восток сильный дует, мы давно идем, например, на сад, и народ говорит, завтра утром будет, скорее всего, накат. Наката не будет никакого. Наката не будет, потому что ветер продулся очень близко, очень близко к берегу. Он не разогнал вот эту волну, то есть осталась зыба, остался чок, а волна сформирована вот этой вот с волной. Он просто не успел сформироваться. Поэтому у циклона, как бы, от тайфуна очень сильно большая разница. То есть нас интересует именно тайфун. Антициклон бывает встает надолго. Вот хорошая погода, плохая погода может быть тоже антициклоном. Просто область высокого давления стоит, там, над Китаем, вот над нами, там, вот до самой Ханки, здесь в Харале. Там где-то дождик поморосил, где-то просто какой-то легкий юго-запад падул, там, вечерний, термальный опять же. То есть ветра бывают термального характера, ветра бывают мусонного характера. То есть стабильные ветра, которые сезонно, там, с моря будут, и ветра, которые ничем, как бы, кроме как перепадом давления, они, эти ветра, ничем не подкреплены. То есть это, может, в прогнозе будет ноль, а по факту, на самом деле, он будет. И вот из интересных таких фактов, например, очень часто бывает, когда, вот только у нас в Владивосток я такое видел, например, здесь дует север, и север утренний, север обычно утренний, север это такой предвестник осени. Когда начинает северок дуть, где-то это числа с 15 августа, сначала у нас ровная температура воздуха, никуда она не двигается, а ночью и днем, ну, вот, одинаково тепло, там, с ланцем, шорт находишь. Потом, как ты с утра выходишь, так свежачок такой начинается. Вот этот вот свежачок говорит о том, что вот этот вот мусон меняется на ветер, который дует уже с суши, с Монголии, с Китая, то есть с больших вот этих вот полей, у которых резко-континентальный климат, в отличие от нашего. нашего, и у него падает атмосферное давление над вот этими полями, и начинает ветер дуть в нашу сторону. Так вот этот вот северничок, он обычно к обеду скисает, к чему это все рассказывают? Северничок к обеду скисает, едешь на Шамово в обед, здесь еще пока дует север, северняк, переезжаешь, вот этот перевал, переезжаешь, Мурлёва-Амурска, вот этот наш, полуостров на ту сторону, а там уже юго-запад термальный мир. То есть под большим камнем, в сторону черепахи, уже дуют и дуют барашки с юго-запада. Я это явление увидел первый раз, когда мы на Шамово начали работать, начинали открывать станцию, выезжаешь в сентябре по северу, приезжаешь на юго-запад. Думая, что пока я ехал, ветер резко поменялся, на самом деле здесь еще додувает север, а там уже дует с юго-запад. То есть вот такие вот аномальные явления с ветерами происходят в нашем крае, которые практически никто не может объяснить. Просто потом, за счет того, что море все равно больше, и юго-запад набирает оборот, и он начинает раздувать, от из-под вот этого волочащегося тумана в ту сторону, в сторону Артема, в сторону черепахи, то этот север потихонечку здесь гаснет, 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 потом превращается в такой круговоротик небольшой, и рассасывается полным таким стильным зеркалом, и потом резко из-под тучи он вот так включается в юго-запад, и с этой стороны Амурского залива тоже включается в юго-запад. Умсурийский залив обычно срабатывает вперед, то есть он быстрее, чем амурский. Он большой, он открытый, и все ветра, все направления, которые идут, как бы... Мне, кстати, до сих пор поражает, очень часто люди звонят и говорят, ну вот же волны, говорит, волны, говорит, сейчас прыгают, какие волны. Ну вот мы смотрим в ингуру, а вот по юго-западу, там, зыба стоит, там, 1,3, там, 5 секунд. Я говорю, о каких волнах, говорите? О тех волнах, в которых можно кататься. Ну да, вот, а где ты стоишь? Да я вот на маяке стою. Да не бывает там никогда каких-то волны. До самой Славянки, до самого Нарвенского залива, аж вот до туда, до тех, скажем, частей открытых, то есть ближе к мысу Гамма, вот в ту сторону, до тех частей, которые перестают закрываться архипелагом императрицы Евгения, архипелагом римского Корсака, то есть вот эта вот вся часть, когда открывается уже к открытому морю, туда могут при сильном-сильном свере какие-то заходить небольшие колебания. На самом деле там этих колебаний нет. И та ветровая волна, которая там образуется, она образуется исключительно вот в ограниченных рамках, там, как мы говорим, чем болельщики, славянка и дефрис, то есть вот этот вот участок, который как бы дальше, он сам по себе живет своей жизнью, его трогать не надо, всего вообще не надо никогда брать во внимание. Вот, это что касается трифунов, циклонов. Ну обычно за нас заходит либо со стороны Кореи, да, либо со стороны Японии, то есть сюда же, как получается. Если карты нарисовать, то места, где можно заходить, либо сверху, либо снизу, получается. Ну, бывает сверху ползет. Ну, сверху либо снизу. Нет, вообще с Сахалина бывает. То есть с Сахалина закрывает. Бывает, сползет Сахалина. Тот тайфун или мощный циклон, который пробился сверху, он, как правило, имеет северо-восточное направление. Он, бывает, сползает со стороны острова Сахали, ползет по всему Приморю, с северов, по центру. И потом, если повезет, и направление ветра поменяется на юго-восток. Вообще, вот эта вот картинка, вот, что-то крутится против часовой стрелки. Он крутится против часовой стрелки только в северном полушарии. В южном полушарии, никто никогда не задумывался, на Бали берешь, затыкаешь рукой раковину, набираешь воду, а она в другую сторону крутится. В другую сторону уходит. Там тайфуны крутятся против часовой стрелки. И за счет того, что мы привыкли, что тайфун, там, вот, с детства учили, там, на географию, что тайфун крутится там против часовой стрелки. Это вот только у нас. То есть, вообще, вот это все, что мы сейчас разбираем, это все касается Вьетнама, Филиппин, Дальнего Востока, Японии, вот этой акватории. То есть, именно северо-западная часть океана, которая больше всего подвержена вот этим тайфунным образованием. Почему слово тайфун, китайское название? Те тайфуны, те волны, те шторма, которые мы можем наблюдать в других частях света, они вообще там просто работают. Там идет вообще гравитационный свел, гравитационная волна, там идет накат от каких-то очень больших тайфунных образований океанических. Но, как правило, он не имеет такого очень короткого берега. То есть, там характер такой сильно отдаленный в океане. То есть, там волны идут. То есть, если там свел приходит, он приходит в хорошую погоду всегда. И приходит издалека. А мы, наоборот, ждем плохую погоду, желательно помощнее, чтобы долбануло как следует. И потом мы ждем вот этого времени. С льезой желательно. Да, да, чтобы какая-то такая толка. Гроза, вот, кстати, это характерное явление небезападного ветра. Из запада. Запад-юго-запад дает грозу. Это вечерняя, как правило. То есть, гроза, запад-юго-запад, это, например, классическая ситуация сегодняшнего дня. Слишком большая температура, высокая, в течение дня дает вот этот конденсатор, он формируется, и от ужаса стороны Хасанского района приходит к нам. Гроза. Ты хорошо знаешь, крайне? Так, чуть-чуть. Может, этого не начать, но чуть-чуть? Подожди, сейчас нужно начать. Вот, про часовую стрелку я тебе говорил. Так вот, про северо-западные направления, которые идут к Приморскому краю, вот сюда, да, вот он с северо-запада вот так вот закручивается и идет вверх, наверх. Так, на выходе отсюда, если, например, вот здесь был Владивосток, на выходе отсюда мы и получаем северо-западный слэл, который идет мимо нас, и очень часто, и вот в течение июня, июля, было очень много северо-западных слэлов, которые идут вниз по Японскому морю, к нам не заходят. Если повезет, и юго-восточное направление слизу поддавит, вот эту волну, то она может зайти к нам. Но это как бы надо смотреть вторично. Вот. Бывает, тайфун против часовой стрелки, допустим, заходит к нам сюда, за Японию, за Корею, вот сюда, и здесь где-то разваливается, от него уже остаются какие-то остатки, и это очень хороший идеальный прогноз, потому что прогноз, ну, волна проходит какое-то расстояние, очень большое, уже без ветров, пускай они вот такого небольшого размера, но очень качественный период. По помощи в том году, по осени, был прогноз, где-то в конце сентября, по-моему, или середине сентября, тоже направление такое, по-моему, северо-восточное, ты еще видел, что не будет ничего, оно все не вышло, а там период был с каком-то 11, и такие хорошие, волна пришла, волна в тропу каталась. Да, да, можем вот как раз разобрать это на карте. Все видно? Я просто чему, что если период хороший, какого он может отойти? Если очень хороший период, то он может зайти вообще в обратную сторону по кругу. То есть он может обли... Хороший период, вот мы катаемся во Вьетнаме на станции, да, у нас закрытый ответ вот этот секрет, кто был в Унгтау, помнит, да, за скалой в обратную сторону. У нас же получается, волна-то вообще должна чуть ли не со спины идти, а тут-то берег. То есть просто за счет очень длинного периода она облизывает вот так мыс, падает, теряет в высоте, и за счет как бы очень длинного периода заходит в обратную сторону. И не только во Вьетнаме, и вообще в очень многих местах вот такой принцип как бы мысов, кос, которые идут в обратную сторону очень хорошо работают. Как правило, с одной качественной волны. Вот у нас здесь. Допустим, Борьево-Сток, да? Если вот там ход, куда-то все пошло, да? Островало. Конечно, СВЭЛ, когда идет северо-восточный, вот, он такой идет, вот он идет туда вниз. Ну, вот так, в направлении он сюда зайти не может.